Новости на информационном канале Севастополя. Выпускников поздравили учителя, родители, ученики младших классов и почетные гости. Подробнее в следующем сюжете. Белые рубашки и блузки, красивые прически, цветы, воздушные шары, красная ленточка выпускника. Стены родной первой гимназии покидают 88 ребят. Сегодня они в центре внимания. На пустую речь произносят почетные гости. К выпускникам обратился заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев. Я хочу пожелать вам в этот день не бояться вашего пути, идти по нему, быть самими собой. Этот день, когда перед вами открываются двери в огромный, на самом деле прекрасный мир. София Гришина – золотая медалистка. Планирует поступать на филолога, хочет стать писателем. В этом году вышел ее первый сборник стихотворений. Признается, сложно поверить, что 11 лет учебы позади. Говорит, сложно прощаться со школой, учителями и друзьями. По школе, конечно же, буду скучать. Испытываю трепет будущего, который за облаками и которого нужно достигнуть. А 22-ю школу покидают будущие следователи. В этом году второй выпуск детского класса. Два года ребята изучали уголовный кодекс, основы законодательства и криминалистики, спортивную и строевую подготовку. Лучшие получили направление на обучение в Академию Следственного комитета в Москве и Санкт-Петербурге. Ребята, которые получили целевое направление от Следственного управления, по окончании высшего учебного заведения будут трудоустроены в Следственный комитет Российской Федерации. Это не обязательно будет Следственное управление города Севастополь. Это может быть любой другой субъект. И наши кадеты это понимают и готовы, и сделали этот выбор. В этом году в кадетском классе 24 выпускника. Девять из них девочки. Анастасия Шаталова с детства хотела быть следователем. Читала книги, смотрела фильмы и мечтала разоблачать преступников. Сегодня она на шаг ближе к мечте. За два года обучения в выбранной профессии не разочаровалась. Будет поступать в Академию Следственного комитета. Благодаря работе с офицерами, со следователями, с криминалистами, еще больше узнала об этой профессии, еще больше появилась заинтересованность. Думаю, я с этим справлюсь, потому что я с детства целеустремленная, ответственная. И думаю, что это работа для меня. Учеба в кадетском классе – первый шаг к успешной карьере. За два года ребята не только получают знания по профильным предметам, но и готовятся психологически. К нам приходили, давали уроки, и криминалистика была, и приходили офицеры. И тем самым нас заинтересовывали все больше и больше. Сейчас я поняла, что это желание очень сильное, и я хочу идти дальше. Я хочу, во-первых, чтобы все-таки существовала справедливость, потому что сейчас в нашем мире бывает намного чаще наоборот. И, конечно же, приносить людям пользу, добро. В этом году в 22-й школе 90 выпускников. Это и вокалисты, и танцоры, и победители всероссийских конкурсов и олимпиад. Дети выпускаются удивительные. Почему я так говорю? Потому что мы в числе 10 школ по рейтингу получили грамоту за образовательную лучшую организацию по воспитательной работе. Эти дети участвовали. Эти дети участвовали. И пост номер один – рубеж. Они участвовали во многих спортивных соревнованиях. Это дети, которые приносят нам надежду. Выпускники сегодня прощаются с одноклассниками, с кем сидели за одной партой, с кем связаны самые яркие события детства, первые победы и огорчения, достижения и разочарования. По традиции праздника ребята собираются в центре площади и выпускают в небо десятки воздушных шаров, а затем танцуют выпускной вальс. В конце торжества звучит последний звонок. Школьные будни теперь позади. Выпускники разъедутся по разным городам, выберут специальности. Но объединять их всегда будет память о школьных годах, которые они пронесут в своем сердце через всю жизнь. Елена Карнохова, Андрей Глушенко, Светлана Федодеева и Михаил Волобоев. Информационный канал Севастополя. Подростки смогут заработать во время летних каникул. Об этом сообщили представители Министерства труда и социальной защиты России. Школьников ждут в администрациях муниципальных образований, районных библиотеках, архивах и музеях, домах культуры и детского творчества. Напомним, с 1 июня 2017 года в России начал действовать закон о труде несовершеннолетних. Теперь работодатель может заключить договор с подростком от 14 лет после письменного разрешения родителей. Далее к другим темам. Парк имени Анны Ахматовой будет работать круглосуточно. Соответствующее поручение дал губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников. Такое решение связано с тем, что ранее в СМИ появилась информация о том, что территорию будут закрывать после 8 вечера. Директору департамента городского хозяйства Михаилу Тарасову поручили разобраться, почему подведомственная организация ранее ограничивала доступ к СПЕРУ. Напомним, на реконструкции парка имени Анны Ахматовой потратили более 130 миллионов рублей. Здесь обновили покрытие пешеходных дорожек, построили спортивные площадки и детский игровой городок. Парк стал одним из любимых мест для отдыха жителей и гостей города. Вчера в рамках контракта было соглашение подписано об охране данного объекта. Вчера вступила охрана и инструкцию по работе пляжа восприняли как инструкцию по работе парка. К сожалению, ошиблись с ними, беседа была проведена. Парк будет работать круглосуточно, без ограничений доступа. Но всех жителей и гостей города мы хотели еще раз напомнить и предупредить, что работа пляжа с 8 утра до 20 часов вечера – это присутствие спасателей и медиков на данном объекте. В среду севастопольские призывники отправились на службу Воздушно-космические силы России. Родные и близкие ребята, офицеры флота, военнослужащие и духовенство стали участниками торжественного посвящения молодых людей в ряды новобранцев. О том, как провожали севастопольских солдат – в следующем сюжете. Артема Паренюка пришли провожать мама с бабушкой. Ему 24 года. Выпускник Севастопольского промышленно-технологического колледжа. По специальности повар. Говорит, к службе готов и морально, и физически. Научился зашивать, погоны цеплять, заправлять постель правильно. То есть этому всему сразу обучают в первые же дни. Волнение уже прошло здесь, в распределителе. Так что уже почти даже осознал, что будет, что ждет, и как это все будет происходить. Так что уже только радость. Конечно, я рада, да, это надо. Но я еще пока не поняла свои эмоции. По традиции, перед отправкой на службу для призывников провели торжественный молебен. А наподственные слова звучали от ветеранов. Я горячо и сердечно поздравляю вас с призывом Вооруженные силы Российской Федерации. Наш ветеранский наказ вам следующий. Служите так, чтобы вами гордились ваши родные и близкие. Чтобы вами гордился наш славный, легендарный город-герой Севастополь. Улыбки, радость и гордость за ребят. У кого-то из родственников даже слезы наворачиваются. Солдатам-срочникам присвоили звание рядовых. А накануне выдали комплект военной формы. 31 севастопольский новобранец будет служить в воздушно-космических силах. Отдавать долг родине поедут в Московскую область. Идут ребята с желанием. Отбрали самых лучших. Все настроены очень хорошо. Родители довольны. То есть это не Дальний Восток, это не Сибирь. Это центральный регион. У нас сразу же хорошая традиция служить в Московской области. Мы отслеживаем их службу, пытаемся помочь. Если какие-то вопросы возникают, оперативно их решаем. Новым солдатам российской армии Владимир Петренко посоветовал хотя бы раз в два дня звонить родным и близким, рассказывать о своих победах. Севастополь уже в третий раз отправляет новобранцев на службу на материковую часть России. Ни одного проблемного вопроса не было. То есть замечаний нет. Ребята достойно представляют город-герой Севастополь. А учитывая, что Московская область и Москва являются шефами Севастополя, то есть получается, ребята достойно представляют наш город в центральном регионе. Перед дальней поездкой новобранцы собирают вещи. В сумках комплекты формы, одежда и сухой паёк. Солдаты пешком отправятся на автовокзал. Автобусы доставят их в Симферополь. Далее на самолёте в Москву. Оттуда их и доставят к месту прохождения службы. А родные и близкие смогут присутствовать на церемонии принятия военной присяги. Всего же весенний призыв в Севастополе охватит около 500 человек. Завершится призывная кампания 15 июля. Дмитрий Дудко, Святослав Данилов, Анатолий Кукса, информационный канал Севастополя. Крымский мост. Тысяч материалов с упоминанием крымского восста в региональных, федеральных и международных средствах массовой информации. Уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Петербургский международный экономический форум пройдёт с 24 по 26 мая в Северной столице. Впервые мероприятия провели в 1997 году. Форум стал ведущей мировой площадкой для обсуждения ключевых экономических вопросов нашей страны. Что представит на международном мероприятии «Наш город» узнаем из сюжета. Ежегодно Петербургский экономический форум привлекает внимание представителей бизнес-сообществ, официальных лиц, экспертов, учёных и журналистов. Увеличивается география участников и перечень вопросов для обсуждения. Главная задача для делегации правительства Севастополя – привлечение инвесторов в экономику нашего города. Мы разработали порядка 20 инвестиционных предложений, так называемых бизнес-кейсов. Это конкретные предложения, в которых просчитаны и возможности в части сырья, и возможности в части рынков сбыта, и возможности кадровой политики, и возможности в части государственной поддержки. На стендах форума севастопольские делегаты представят все направления, которые могут быть востребованы в нашем городе. Это различные направления, это переработка продукции агропромышленного комплекса, это производство фармацевтической продукции, производство строительных материалов, ну и, естественно, туризм, все те направления, которые могут быть востребованы в Севастополе. Один из приоритетных проектов под названием «Винная дорога» правительство Севастополя разработало совместно с Ассоциацией виноделов. Участникам форума также представят инновационную разработку. Еще один проект, который мы везем, это частный IT-технопарк, который направлен на привлечение компаний, работающих в сфере информационных технологий. Здесь планируется создание идеального пространства для того, чтобы айтишники могли реализовать свои амбиции и свои возможности. По словам Андрея Саносяна, уже есть место для размещения IT-технопарка. В ближайшее время запланировали реконструкцию и ремонт помещения, а также оснащение необходимым техническим оборудованием. И скоро технопарк встретит первых потенциальных резидентов. Подробнее о том, что представит Севастополь на Петербургском экономическом форуме, смотрите сегодня в 18.25 в программе «В центре внимания». Дмитрий Дудко, Татьяна Бурдастых, информационный канал «Севастополя». 27 мая в связи с проведением фестиваля «Велопобеда» в Севастополе ограничат движение транспорта. С 9 до 23 часов ограничат движение на площади Нахимова, проспекте Нахимова, по улицам Большой, Морской, Гоголя, Николая, Музыки, Ленина, 4-й бастионы, проспекту Генерала Острякова, а также на площади Ушакова. Кроме этого, с 23 часов 26 мая до 16 часов 27 мая на площади Нахимова временно запретят остановку и стоянку всех видов транспорта, кроме автомобилей экстренных служб, технической группы и участников мероприятия. К другим темам. В Севастополе торжественно открылся 27-й международный кинофорум «Золотой Витязь». Он собрал кинематографистов из разных стран мира. В конкурсной программе 6 номинаций. Игровые, анимационные, документальные, короткометражные и полнометражные фильмы, киноленты для детей, а также дебютные и студенческие картины. Подробности у Дениса Тишина. Духовой оркестр, красная дорожка, звезды кино и театра. Международный кинофорум «Золотой Витязь» уже в четвертый раз приехал в Севастополь. Среди участников и почетных гостей форума народный артист России Владимир Ильин, тележурналист Аркадий Мамонтов, сербский режиссер Горан Паскалевич и, конечно, основатель и бессменный руководитель «Золотого Витязя» Николай Бурляев. Мы собрали в наш фонд 8600 фильмов, потрясающих фильмов. Это огромный фонд, которым может пользоваться вся Россия, если она поменяет телевизионную политику. И будут показывать не мыльные оперы и не ток-шоу, примитивные, и не попсу, надоевшую всем, а будут показывать фильмы «Золотого Витязя», то страна будет на них подниматься. В этом году организаторы кинофорума подготовили для севастопольцев и гостей города свыше 130 конкурсных и 8 неконкурсных фильмов из 28 стран мира. В картине «Жаркая страна. Холодная зима» армянского режиссера Давида Цафариана показан тяжелейший энергетический кризис в Егиване зимой 1992 года. Ты зачем меня сюда привел? Эхо, как в церкви. Изюминкой форума стала новая кинолента знаменитого режиссера Мэла Гибсона по соображениям совести. Фильм рассказывает об американской армии времен Второй мировой войны. Простите, сержант, я не возьму в руки оружие. Не можешь убивать? Не могу. Не менее интересны анимационные, детские и дебютные фильмы молодых режиссеров. Каждая из картин наполнена особым смыслом. У человека должен быть выбор. Сегодня он улыбается, а вот этот момент он хочет задуматься, вот этот момент подумать о себе и о жизни, и через какую-то картину открыть что-то для себя. Только на фестивале есть возможность зрителю посмотреть картины, которые мы не видим в прокате. На сегодняшний день мы видим в прокате только коммерческое кино. В проведении кинофорума большую помощь оказало правительство Севастополя. Мы всемирно поддерживаем кинофорум «Золотой Витязь». Мы желаем, чтобы каждым годом качественных картин, современных картин становилось больше, потому что в основе каждой картины лежит история о судьбе человека, о его чувствах, переживаниях. По традиции церемония открытия «Золотого Витязя» не обошлась без наград. Золотая медаль имени Сергея Бондарчука была присуждена выдающимся киногрежиссеру Глебу Панфилову и актрисе Ине Чуриковой, а также выдающейся сербской актрисе. Эта женщина была особая красавица, очень прекрасная актриса, чьи фильмы остались в истории кинематографа и Сербии, и Югославии и тогдашние. Еще одну золотую медаль за выдающийся вклад в телерадиожурналистику получил известный журналист и режиссер Аркадий Мамонтов. Это было полной неожиданностью. Николай Петрович Бурляев, я его давно знаю, очень такой душевный, хороший человек, он позвонил мне и сказал, что надо быть на фестивале. Я человек не светский и стараюсь не ходить ни на какие мероприятия, потому что мне лучше почитать, поразмышлять, подумать. Севастопольцы и гости города в течение 10 дней проведения кинофорума смогут посмотреть по-настоящему качественное авторское кино и прикоснуться к великим тайнам этого искусства. Денис Тишин и Михаил Волобоев, информационный канал Севастополя. Всемирный день черепахи отмечают сегодня. Инициаторы праздника – американское общество спасения рептилий. Его цель – напомнить людям о проблеме гибели этих присмыкающихся. Сокращается их количество в основном из-за деятельности человека. Как правильно ухаживать за черепахами? Никакие виды их существуют, узнавала Светлана Федодеева. Черепахи бывают морские и наземные. Последние делятся на сухопутных и пресноводных. О некоторых видах нам рассказали в Севастопольском аквариуме. Здесь обитают два вида морских и четыре пресноводных. Это африканский трионикс. У этой рептилии необычный панцирь. Он покрыт плотной кожей. Еще одна уникальная черепаха – грифовая. Ее покров похож на скалы. Она ложится среди камней. Ее абсолютно не видно. Открывает свой огромный клюв. И может с этим открытым клювом лежать и день, и два, и три, и больше. Пока рыбешка не подплывет, и, соответственно, грифовая черепаха ее не растерзает. Вот ее почему и назвали грифовой. Она охотится, как хищная птица-гриф, вырывая куски плоти и своей добычей. То есть добычи не спастись однозначно. Это были пресноводные. Далее говорим о морских черепахах. Область их обитания большая. Размножаются на тропических песчаных островах. Это самая большая морская черепаха в мире. Называется «зеленая». В длину достигает метра сорока. А максимально возможный вес – 400 килограммов. В Севастопольском аквариуме эта черепаха самая старшая. Ей 18 лет. И зовут ее Галя. Примечательно, что рептилии растут всю свою жизнь, а они долгожители. Так что Галя еще расти и расти. Еще одна морская черепаха – биса. Она похожа на зеленую, только меньших размеров. У этого животного ценный панцирь. Люди делают из него украшения, гребни, пуговицы, а мясо бисы употребляют в пищу. Поэтому этот вид стремительно сокращается. Как раз-таки проводится День черепахи международный, чтобы все вспомнили о том, что этих животных нужно сохранять. Из-за человеческой деятельности, деятельности человека еще их жизнь гораздо более сокращается. Поэтому давайте о них думать и заботиться. В Севастопольском аквариуме черепах содержат в необходимых условиях. Это простор и чистая вода. И, конечно же, питание. Кормим каждый день. Всегда стараемся по-разному. Сегодня, например, рыбой, кальмаром, завтра водорослями, морской капустой. Если повезет, медузами кормим. В Севастопольском аквариуме обитают и большие красноухие черепахи. А вот маленьких можно купить в зоомагазинах. Чтобы завести такого питомца дома, необходимо создать все условия. Черепашкам обязательно желательно большой аквариум. Это хотя бы литров 70, потому что черепашки растут 30 сантиметров в диаметре. Для черепашек нужен ультрафиолет. Это обязательно, потому что укрепляет он панцирь, обогреватель. Температура должна быть до воды 26 градусов, фильтрация и хорошее кормление. У красноухих черепах в аквариуме обязательно должен быть островок. Они хищники, поэтому содержать их вместе с рыбками нельзя. Что касается питания, маленьких можно кормить гомарусом, мотылем, специальными гранулированными кормами, а взрослых черепах к куриным филе не менее двух раз в день, утром и вечером. Стоимость такого питомца от 250 рублей. При покупке внимательно выслушайте рекомендации по уходу за черепахой. Светлана Федодеева, Анатолий Кукса, информационный канал Севастополя. Последствия непогоды устраняют в Тюмени. Ветер со скоростью более 27 метров в секунду срывал крыши домов, опрокидывал автобусные остановки. Шквал также повредил автомобили и повалил десятки деревьев. А в одном из районов города на спортивной площадке перевернулась трибуна. Ураган вызвал песчаную бурю. Видимость на дорогах сократилась до нескольких метров. Всего в результате стихийного бедствия пострадали 39 человек. Шестерых госпитализировали. И в завершении выпуска о погоде. 24 мая в городе переменная облачность, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17 градусов тепла. Днем 25-26 со знаком «плюс». Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok